Всем здравствуйте! Радуюсь своей профессии. Да, я поступала, это уже было давно-давно. Всем хеллоу! Мне хотелось бы начать серию видео, где я разбираю плюсы и минусы поступления в один или в другой вуз. Давайте вместе с вами разберемся, какой же вуз наиболее подходящий именно для вас. Меня зовут Марина Лисковец, я ваш учитель английского. Я помогаю вам готовиться к ЕГЭ по английскому языку на высокие баллы, поступать в вузы и теперь уже выбирать вуз вашей мечты. Мне хотелось бы начать эту серию видео, серию разборов различных университетов, начать со своего университета, где я училась. Я вам расскажу честно и правдиво все плюсы и минусы Московского государственного областного университета, который находится, главной опоздание находится на метро Бауманское. Я училась на специальность теории и методика преподавания иностранных языков и культур. То есть, другими словами, я преподаватель английского и немецкого. Давайте разберемся с вами, какие плюсы есть в поступлении в Дону. Начнем с того, что Московский государственный областной университет, бывший МОПИ имени Крупской, все-таки является государственным университетом. Что круто, потому что там есть бюджетные места, есть целевой набор, особенно на специальность преподавателя. Поэтому есть определенный объем бюджетных мест, и это уже хорошо. В Московском государственном областном вузе действительно хорошая теоретическая база, хорошая обучающая база именно для преподавателей. Это бывший старинный вуз, который готовил именно преподавателей, педагогический вуз. То есть, здесь есть все, чтобы стать замечательным преподавателем. Но поскольку данное учебное заведение имеет статус университета, здесь можно выучиться и на юриста, и на кого угодно, и на экономиста. Но, признаюсь честно, я все-таки за то, чтобы идти в вуз, который специализируется на чем-то конкретном. Московский государственный областной университет, старинный педагогический вуз, идем туда за тем, чтобы стать преподавателем. А есть общага, и достаточно просторная, и там много мест. И, кстати, вот что я еще забыла подписать. Дело в том, что стипендия в Московском государственном областном вузе всегда была выше, чем в любых других московских вузах, потому что Московская область доплачивает тем, кто едет учиться из области, что просто превосходно. Наличие бюджетных мест. Ну, слушайте, когда я поступала, это уже было давно-давно. Понимаешь, я как будто бы уже глубокий старец бессмертный. Там было побольше бюджетных мест. Кажется, в районе 70-80 было бюджетных мест. Сейчас, конечно, значительно подсократилось, всего 20 в среднем бюджетных мест, но это хоть что-то. Да, конкретно узнавайте, звоните в приемную комиссию, звоните в деканат, смотрите сайт. Вот конкретные и точные цифры год от года меняются, поэтому уточните эту информацию. Здесь она усредненная. Платное обучение. Платное обучение тоже, ну, не запредельно дорогое. Скажем так, когда я училась, это было в районе 70 тысяч рублей. Теперь это от 130 и там до 180 тысяч рублей в среднем в год. В среднем 70, ну, плюс-минус зависимости от факультета, местно-платное отделение. Дальше, проходные баллы. Какие проходные баллы? На бюджет 234 были, да, на момент 20-го года. Это точные данные, но, опять же, они меняются год от года, поэтому нужно уточнять на сайте, в других ресурсах. Дальше. Дополнительные баллы также вы можете получить при поступлении. За что? За золотой значок ГТО. Два балла. Аттестат с отличием. Три балла. Диплом СПО с отличием. Три балла. Портфолио. Олимпиады до восьми баллов. Волонтерство. Плюс один балл. Также вам добавляют. То есть это, да, дополнительное преимущество. Это классно. Что еще? Как я уже сказала, в данном ВУЗе можно обучиться и на лингвиста, и на преподавателя, и на переводчика. То есть весь ряд лингвистических специальностей представлен на хорошем уровне. Как я уже сказала, отличная теоретическая база. И также есть возможность выучиться на других специалистов. Что еще круто? На своем опыте могу сказать, что с платного отделения можно перевестись на бюджет за отличную учебу. Первый год я отучилась платно, но потом за отличную учебу не перевелась на бюджет. Та-дам! Поэтому помните, что такая возможность есть. Это классная опция. Но здесь нужно, конечно, шуршать, приходить до канат, что-нибудь там спрашивать. То есть если вы будете молчать, сидеть и ждать, ну, вас никто на бюджет не переведет, понятное дело. Если вы учитесь на языковой специальности, то вас ждут стажировки. Стажировки за границей, ля-ля-ля. Я вот училась в Германии, было круто. Но нужно сказать, давайте перейдем сразу к минусам, и я расскажу про стажировки. Дело в том, что стажировки на английской кафедре за свое бабло только. Стажировки! С кафедры немецкого ездили студенты, бесплатно в Германию обучались. Я ездила за день. Мало практических занятий, много теории, да. На педагогической специальности обязательно школьная практика. Но, может быть, мне немного не повезло. Но, в целом, вуз дает больше теоретическую базу. Но это, скорее всего, беда не самого вуза, а беда вот всего высшего образования. И еще один момент, не очень приятный, но, наверное, тоже для всех вузов актуальный. Все зависит от того, к какому преподу вы попадете. То есть, если препод безразличный, ему пофиг на вас, вам не повезло. А вы, кстати, не выбираете преподавателей. Их распределяют сами, да, от курса, там, к курсу. То есть, если преподаватель, да, то и у вас результат будет, да. Вот. А если преподаватель замотивированный, прекрасный специалист. А таких, кстати, очень много в данном вузе. Я могу сказать, что я многими преподавателями просто прям восхищаюсь. Действительно много замечательных преподавателей. Но были всякие, да. Наверное, это вот как и везде. Вот такой обзор. Ребят, напишите, пожалуйста, ваше мнение в комментариях. Как вам такой разбор плюсов и минусов каждого вуза? Насколько вам интересно? Какие вузы вам бы хотелось, чтобы я также разобрала? Пишите, пожалуйста, об этом в комментариях. И, конечно, если вы сейчас учитесь в Московском государственном областном университете, пишите про ваш опыт. Как вам там? Как с бюджетными местами? Как с оплатой? Ну, как там с деньгами? Пусть это видео будет максимально информативным и полезным. Вот такие дела, ребят. Спасибо вам большое. Подписывайтесь обязательно на мой канал. Ставьте лайк этому видео. Желаю всем 100 баллов за ЭГЭ. Пока.